Доброе утро! Доброе утро! Скажи брат, а как это случилось, что у меня скайп выключен? Кто его мог выключить? Даже не знаю И главное, нужно было пароль ввести Я пароль ввел, и она открылась А я вообще про это даже не знал Нет, так бывает, Игнатич Так бывает, иногда он для проверки просто отключается И для того, чтобы в лишний раз ввели пароль Ничего страшного Это они там, которые руководят этим? Ну это вот программа сама Понятно, понятно Благодарю, а мне тут заходил отец Поваляев Я вот вижу, может быть ночью кто приходил Видишь? Может быть даже вчера было выключено О, балда! Конечно, а я и зашел Я первым делом смотрю, что скайп не работает Я думаю, может что опять с проводами там у вас произошло? Нет, это видимо, как вы говорите, проверка Ну а я-то вот, тюхтя такая сижу А вы периодически все равно посматриваете там На эти нагарки горят наделенные или нет Что-то я это вообще Я уже десять дней, как это, соплями давлюсь Так и совсем оглох Едва слышу Повтори-ка, пожалуйста Да не, надо заходить просто Проверять, зеленые огоньки вот эти смотреть Видите в скайп или нет Ну а я и не глядел даже на них Вот там скайп теперь вижу Это ладно волнует Ну конечно, а люди могут заходить, а у вас отключены А они их побеспокоят, типа боятся, не захотят Я понял Вот И знаете, у вас появляется много и слушателей вообще И много людей и пишут, знаете так Женщина, она недавно познакомилась с женщиной со мной Она ДСБ, у нее детский церебральный паралич Вот И все же, я ей за тридцать уже И тоже она и Бога не знала никогда И тут вот Ну зашла и вас увидела там И все, начала интересоваться В общем, она такую историю свою Поведала До 15 лет она жила Вот так переживала за свою параличницу Что она не такая, как все Вот И захотела покончить жизнь самоубийством Ой-ой-ой Вот И однажды она сидит на диване И уже говорит Я собиралась уже все Что-то делать с собой И вдруг заходит в комнату мама Говорит она Мама моя заходит И такая, ну прям красивая Говорит, такая нежная Садится рядом с тобой на кровати И начинает мне рассказывать Мама-то на работе У меня Кто это был-то вообще И она потом начала создавать И в конце концов Понимая так, что это Богородица была у нее Отвела ее вот от этого Игреха-то Вот она Сколько времени Она О Боге не знала ничего И она Говорит Я Начала с людьми Общаться с чьим Обратилась на тот Сайт Ну так Они Говорит, прилибородейники Туда-туда И вот мне не нравилось Нравилось С людьми Нашла вас Вас вот православных Людей И вот мне так Так мне понравилось И все равно так Интересуется И ваши ролики смотрят Вот И Многие Люди тоже Как все-таки Может быть У людей Знаете Как вот Благодаря Может этой ситуации В стране Что сейчас творится Жить Жить как страшно стало Может быть Люди Подвигают это Людей Приходить в новую Ну Я прямо смотрю Люди стали Узнавать вопросы Задают Такие Вот Я тут вопросы Подсобрал Ну Хотят ли люди Чтобы вы отвечали На эти вопросы Да хоть Если бы вы были Ну С помощником С каким-то Они бы эти вопросы Вставляли на форум Как у меня делают Помощники Но дело в том Что они работают Через контакты А в контакте Какая-то такая система Что если Там сколько Я не знаю Среди человека Нажали одновременно Она автоматически На неделю вырубает И вот я сколько Здесь получаю Вопросов А это К нам заходят Это как Юлия говорит Более 4 тысяч человек И уже Наверное пятый раз Блокируют Вот сегодня Даже разблокируют Это безумие какое-то Никакой просто По злобе даванули И пошли спать А нас выбросили 4800 человек Не имеют доступа И все время спрашивают Почему вас опять заморозили Ну я-то не захожу Это помощники делают Ну не по совести Я написал Отцу Сергию Дудину Это он как-то Специалист в этом деле Он говорит Ну надо тоже Несколько человек Чтобы вас И тоже пожаловались Я говорил кому надо А он говорит Брат говорит Ну там у них там Чуть не 200 миллионов Где они будут разбираться Я говорю Ну надо что-то делать Они вопросы не решат Понимаете Людей-то много у вас Сторонников Но я думаю Не меньше Еще и воровок у вас Понимаете Так сказать Интернетовских воровок Вот буквально Вчера у себя Тему веду же Я вот там Подбору средств Да Заходит священник Один батюшка Вот И он так издалека Заходит А вот вы деньги Собираете А кого вы тут Обманывать хотите Понимаете И так Постепенно Подкрадывается А я говорю Батюшка Ну а что вы Подкрадываетесь Вы Поставьте вопрос Может вам Личность Маткина Не нравится Он говорит Да не нравится Вот он Я вот У него Личность И тому подобное Я говорю Батюшка Ну смотрите Сейчас провели Секталии Вот такую работу Говорят что Не обнаружили Никаких отступлений У него Никаких ересей Не обнаружили Община Живет своей Уродной Жизнью Никого к себе Не тянут Не зовут А он Да то ли еще будет Все еще впереди Я говорю Ну как же Впереди Он уже 50 лет В одном накале стоит И ни вправо Ни влево Что ж там Впереди Я говорю Наоборот Заканчивается Какой там Перемь то будет Вот и нет Все равно Вот такой Опомнитесь Там Врагов там Врагов много Которые буквально Не зная вас Понимаете Как буквально Вот он опять же Про это У вас там Стихотворение Стихотворение Про что? Да вот Стихотворение Про что? У вас есть Как вы описываете Людей Которые В общем Покидают При тех Ну и что? Ну и стихотворение Вот он говорит Смотрите Может человек Допустим Человек Духовный Человек Там Такие вещи Вообще Как он Какие вещи? Какие? Ну вот вы там Выражаетесь Духовный писание Не знают Если бы человек Который говорит Писание знал Он бы рта не раскрыл Господь говорит И будет Помет ваш Человеческий До верблюжего седла А когда Иезекиилю Господь повелел И говорит Пекина Щеловечем Кале Че ты боишься Ты в дерьме живешь И боишься этого слова? Я назвал вещи Своими именами Только и всего А то вот он сказал Такими словами Это слова Соответствие и истины Во-первых Во-вторых это литературные слова И кроме того Они библейские слова И притом Не он сам нашел А я выставил этот материал Зачем бы я его выставил так? Если бы я в этом Выдел ущерб себе А как ты по другому скажешь? Если столы ваши наполнены Отвратительной Блевотиной Исайя говорит Так это хорошие слова Или нет? Блевотиной Возвращайтесь Как пес на Блевотину Так Блевотина то Намного хуже Кала Кала то естественно Блевотина не естественно Говорит Англатаус Они дурью маются По пыли Кто там они? Я никогда не подменял Слова другим значениям А вот такое какое оно и есть А я раньше мог думать Что вот он может Как-то исправиться Он не может исправиться Ну меня нету Ну до меня Что он на меня напал Ну вчера то он меня не знал Он другим то не был У него назначение другое Он для этого избран Быть на Майдане Убивать невинных людей Но придет время Ему скрутят руки И поведут на расстрел Эта история Разнаряжена от Бога От вечности Когда не было Первоначальных пылинок Вселенной Тут вот что нужно видеть Вот сейчас к нам на форум Зашел какой-то Подписался Вениамин Баптист Из США Ну гадит и гадит Я один раз решил ответить Я этого не делаю Но тут ответил Как его разнесло Он сейчас ни одного выступления Не делает Чтобы меня как-то Не поддеть Не унизить Ну мне нужны жизни Я сижу так Улыбнусь И все думаю Вот если я баптист Я говорю Я знал баптистов У меня хорошее отношение А это какая-то там Слюнявая Может быть юбыши Какой-то Залез пацаненок Смеется Ему бы отвечали Они на полном серьезе С ним разговаривают Ну маленько духовно проникните Вот он зашел Говорит против Он говорит против Но прежде чем Сказать это Написать Он должен был Сформировать свою душу Против А теперь давай спросим Вот когда он писал Против Он думал Что Как у Сократа Пришел человек Когда говорит Я хочу тебе рассказать Про одного человека Помните он А он ему три вопроса Задал Скажи А ты уверен Что скажешь это правда Да нет Я не уверен Так второе Что ты скажешь Про моего друга Ты сказал про моего друга Ну да А ты уверен Что мои отношения С другом улучшатся Да нет А друг будет доволен Что ты рассказал это Нет Ну теперь реши Ты не уверен Отношения не улучшатся Стоит ли мне это слушать И он повернулся И пошел Пока он мне Допустим Он сказал это вчера А мне Отец Сергий звонит И говорит Ситуация Очень тяжелая В Украине Вот-вот сорвутся они Начнется настоящая Гражданская война Молиться надо Я говорю мы молимся Но у меня сегодня День посвященный Индии Индии Я целый день вчера молился за Индию А при чем тут Индия Тебе не при чем А мне при чем Мне пишут индийцы Оттуда просят Помолиться Выходят на встречу сейчас С Пакистана У тебя другой масштаб У меня другой С меня спрос другой будет Ты в это время Собирал Где-то что-то Ковырял Пакости А у меня нет Времени этим заниматься Это нету Я с утра рано Сегодня пристаю Перед Богом за Украину Вчера дал приказ Министров Утренний дел Применять оружие Выдать оружие Защитникам Беркуту и другому А дальше что Дальше ведут войска армейские Как Наполеон Начнут громить Эти все которые Они устроили баррикады И вылавлять И расстреливать Ну и все Они этого добивались Добивались А что ты делать Да вот этот Леонов Николай И выходил За то Что можно убивать Вот ты и получил Ты как раз на Украине Теперь тебя По полной программе С тебя спросят А с меня нечего спрашивать Я стоял на молитве Он говорит что-то против А я про этого Который говорил против Ничего сказать не могу Во-первых я не знаю У меня времени нет И дальше с меня За него Не спросятся Вот мы Насколько разные Это Только и весь ответ Вчера Тест Сергий говорит А я С Козловым то Так Потихоньку Говорит Но почти попрощался Сильно болеет наш брат Вот И я только загляжу И думаю Как сказать Один прощается другой Да как бы брата в панику то не вести Я молча только стою Молюсь И поглядываю Зелененький Когда загорится А тот который стоит то там говорит Говорит то сущую неправду Он ничего не знает Ну давай Я Сегодня я умираю Ты успокоился Другой будешь Нет Ну так В чем же дело то Я родился У меня такой путь Я избранный Богом избранный У меня все необычное А у тебя обычное Стандартное Неуверошное В оцерковление Каноническая территория Окормление Вот ты окормленный Остался Обкуренный А у меня другая жизнь У меня другие друзья Другие враги Настоящие враги Искренние враги Что я на них могу сказать Теперь то Я молюсь о врагах Каждый день Он даже не знает Тот кто нападает Я неуязвимый Для них А почему Так о себе думаете Господь сказал Не покину Не оставлю Я то верю в это А ты не веришь Мне не дана заповеди Нападать Мне дана заповедь Примерять Любить Я стараюсь Как могу Выполнять Ну Мотивирует Чем Вот Говорит Столько Детей Голодных Семей Таких Нищих А вы Собираете деньги Непонятно на что Вот Ну Не видит он Ни в этом благовестии И пользы Никакой В принципе Вот Лучше собрать деньги И помочь Как говорится Нуждающимся А скажи в прошлом году Ты помогал Нуждающимся Проверь свой кошелек И где у тебя распределение Это говорит человек Который никому не помогает Это фальшь А судить о том Есть польза или нет От того что мы делаем Он тоже не может Он ничего не знает А для этого Надо дойти за форум Зайти на сайт На наш На мейл.ру И посмотреть какая польза Кто пишет Какие люди И не просто А люди которые Были совершенно не расположены В православии Что с ними Бог делает Откуда он знает Даже одного Соболя Вот это представить Юрий Преподаватель Красноярского университета И академии Ты посмотри Как Господь работает над его душой А тот который не видел Ни разу не слышал Он судит Ну Еще я могу сказать У меня времени нет Чтобы отвечать на этот ветер Ветер дует Ну и пусть дует Вот так Вы говорите Ирина Тихович Вот по майдану Там в принципе И вот я слушал сегодня Корреспондентов Там И один вот корреспондент Который непосредственно Там все эти действия Смотрит за ними Контролирует Он говорит Ничего серьезного Там в принципе нет Как только Постынет Вот этим Вот этому Команду И все Они говорят За считанные минуты Разведут весь этот Майдан Но они посадили снайперов Заранее Этот человек Говорит еще не знает Ситуацию Снайперы не знают Откуда стреляют И показывают как стреляют Их ни два Ни три Ни два Ни три Откуда они с Чечни И из других стран С юга они заранее подтянули Как украинцы Участвовали снайперами В Чеченской войне Так и эти И называют цифру Озвучить около трехсот Если они по всей стране А перед этим НАТО учили в Эстонии Специально украинских боевиков Так называемых Как стрелять то Это мало не покажется Чтобы выявить одного снайпера Придется заплатить десятками Жизнь Они подряд стреляют всех Им разницы никакой нету Его выявить потребуется Может быть Не один день Вот и все Дело серьезное Но я не вижу Чтобы была молитва Искренне У этих Кто камнями кидается И которые бьют Всех Господь призывает К покаянию Конечно Это безумие Убивает Страшнее этого Ничего нет Но У Бога что-то за этим есть А что Скрытые грехи Чтобы мы покаялись Я вчера Все проверял Все места Библии И везде нахожу это Только за грех Только за нераскаянность Я был На Украине В 2013 году Очень многое проехал И вот Мы с одним Были Человеком Ну Просто Хороший человек Уважаемый Священник Вот Мы проезжали с ним По Украине И он Рассказывает Вот мы сейчас Проезжаем по городу Ну как город выглядит Я говорю Вообще удивительно Как европейский город Магазины стоят Люди работают А это в полном запустении было Это все один человек сделал И называет мне фамилию Я говорю А вы можете назвать его Я не записывал Когда ехали там Приехали Он говорит Нет А почему А вот почему Этот человек Это сего слов Я говорю Вот Все что вы видели Дорогой Работает завод Это все он открыл Его народ любит Он дал новую жизнь Этому городу Городу Ну районный центр На уровне городского У него Я не могу сейчас сказать Но больше десяти тысяч гектар пашни Он все скупил И у него люди работают И все получают И вот Янукович Который сейчас президент Его сын решил захватить Захватить это все И они приехали туда со своими Ну как их назвать там Помощники Бандиты там кто С автоматами Так народ вышел на поле С вилами С граблями И отстояли Так они в них стреляли Сколько людей в больнице было Он хотел сыну Януковичу Своему сыну это все Я говорю чужие слова У меня нет никаких данных Но это говорит человек Которому я верю на сто процентов Это батюшка Который стоит у алтаря Я не знаю он сейчас На Украине служит или где Но он украинские дела Знает отлично Так что тем тоже Надо задуматься Что они делали Я был около Рады Я не просто так А около дверей Разговаривал там с ними И один говорит Вот смотрите эти депутаты Представители народа А вы знаете их Я говорю нет Они прилетают Только для того Чтобы сейчас На заседании побыть И опять улетают за границей Они живут все за границей Они живут только для себя И поэтому просто так Виталия Крючко Сбрасывает со счетов И тех которые Чтобы возвратились В 2004 году Конституцию Которую непонятно Зачем меняли Тоже нельзя Я Я не критикую Я просто говорю Где им искать надо Они дали повод народу Вот этот устроенный голодомор Вот эта советская власть Это все от русских шло От москалей За все это Рано или поздно Приходится отвечать У нас свои здесь Рядом Такие щеги загорятся Это Под боком Казахстана Мусульманство Идет там Удмуртия И главное Это Татарстан Вот это казанские дети Сироты Нам отрыгнется Через 300 лет Они Россию Сразу перерубают пополам Нам надо молиться Нам не лишние Ни татары Никто У нас Как раз всем места хватит А кто-то Натравить очень просто Ко мне подошел Начал натравливать Вот Они понимаешь Они вот строят Мещей Прям с нашим старообрядческим храмом В Казани Я говорю А город Казань чей? Ну как Наш русский А с чего он русский то? Как один Побыл в Риге Говорит Хороший наш город Рига Только латышов много Так и здесь Вы маленько Смотрите Где вы находитесь И ведите себя поскромнее Мы То есть мы Ну я говорю о русских Совершенно неправильно Относятся к этому Я вот приехал в Латвию И мне жалуются Эти они такие Националисты И вот спросишь куда пройти Он вот так вот показывает Вот пойми куда идти Я говорю что все такие Все такие Странно Я еще дорогой еду к Риге И дорогой уже приобрел Учебник латышского языка И начал изучать Сразу поступил в латышскую бригаду И через три месяца Я с ними уже разговариваю Через три А они не желают знать Ничего не желают знать Я говорю а сколько живешь? Двадцать лет И двадцать лет еще не знаешь Ни культуры народа Ни их верования Так я подхожу к латышу Спрашиваю Он не знает Как лучше для меня сделать? Они меня домой приглашают Они ходят в обнимку со мной А правда Правда Вот говорят Что Вот когда зашел Разговоры латыша Вот правда Говорят что Латыш он рождается С ненавистью к русскому Неужели правда у них Такая ненависть к нам И отвращение Да И есть за что Они разграбили Полностью Латвию Ульманиса Зачем арестовали? Президента А он ходил со своим только слугою С товарищем И котомку тот несет Сзади там еда Он идет по полям Работают люди Он зайдет Уборка Вместе с ним молотят Они здравствуй здравствуй Знаешь что это президент Там свадьбу пригласили С соседей деревни Он побыл там Ну напиши ему Пусть корову дадут Его на руках готовы были носить Советская власть сразу его арестовала Всеобщего любимца Но Как-то ума хватило не расстрелять его Его отослали на Дальний Восток И в какую-то дыру задрипанную столкнули Там ни колхоз Ни совхоз Он его сделал миллионером Поднял Один человек Это люди талантливые Я почему туда поехал У нас в армии были Латыши, литовцы, эстонцы Высокие, стройные, русоволосые Работяги И я решил туда ехать И там меня Бог нашел Вот почему я оказался там Да так Все что о них говорят Все правильно Но для этого есть основания Латыши Не уважают ни обычаев Ни народа Ничего Ни культуру народа Ни верования Вот зараза Так где заключается вся А перед Украиной Тут конца края Нет вины сколько Что с ней делали Так что Ну вот я в прошлом году посетил Ваших друзей Ему 93 года А ей 91 год Какие у нас друзья там Михаила Антонина Я видел это видео Я аж прям проследился Ну И вот понимаешь Куда бы мы не поехали на Украине Ну я не знаю сколько Если я сейчас посмотрю По своим этим Благодарностям Ну не меньше 30 мест Полностью весь Крым прошли Полностью весь Крым Сейчас Хотят они подавать опять прошение Вернуться в Россию Интересно главное 19 исполнилось ровно Там 50 лет кажется Как Никита Хрущев Скинул Не знаю там сколько Не 50 Да 30 лет назад Ну Бог милостливый Мы проехали И в Харькове Ну как они встречали Какой хороший народ У меня ролики стоят там Выходит Ну допустим Харьков Выходит Директор библиотеки Они стоят Нас благословляют Они молятся Каждую книгу Готова поцеловать Которая там была А человек вам говорит Книги никому не нужны Да какие отзывы то идут Он ничего не знает Ему придется отвечать Не за меня А за свои лживые слова Вот и все Может быть как раз По теме Женщина спрашивает Одна Вот как научиться Гневаться На греха На человека Как вот научиться Простить человека И понять что это Грех работает в нем Понимаешь как Вот я сейчас Слышу стектанты Говорят Бог ненавидит Греха А любит грешника Я говорю Ну и покажи где это Местописание Еще пока ни один не указал Вы что разделяете И грех это Что это такое Грех Где он В каком Лежит месте Плавает туман Густой Или что Зло Это явление Которое обретает смысл Находясь в комнате И поэтому Господь говорит Я ненавижу вас Не зло А вас Я презираю вас Вас Я Бог никого не наказывает Вот Архимандрит Там Юрасов Да откуда ты батюшка берешь это Бог никого не наказывает Бог говорит Я наказываю До четвертого рода Бог я наказываю А ты говоришь Не наказывает Что ты толкуешь то За Бога Бог говорит Я проклинаю вас Не грех За то что вы не платите Десятину Проклятьем Вы прокляты Вы прокляты А не грех Вот глядеть что Кто наставляет На этот грех И там у него рога Сзади то За головой то Вот это действительно Надо видеть Человек делается Орудием в руках Дьявола Но дьявол это не аморфное Какое то понятие О зле Эвол Это хотя Через запятую Дьявол и зло Переводится Но это личность И это личность Как в житии святого Мартина У дьякона Бакриция там была Он стоит на холме Там дьявол то И машет Руками Что делать А эти хватает камни Бросают Они не понимают Но Бог с них взыщет С них Бог наказал Ева Наказал Адама Наказал и дьявола А отдельно зло Нигде Бог не наказывал Это брехня Стижи дух мирный Вокруг тебя спасутся тысячи Здорово Ничего не надо Достаточно сидеть И все Да покажите Когда это сказал Ну Ну Когда то сказал Ты даже не знаешь когда Серафим Саровский Современник Пушкина И о Серафиме Саровском Ни одной буковки он не написал А написать об Емельяне Пугачеву Приехал в Оренбург Чтобы с бабкой встретиться Вы что дурите то Серафима никто бы знать не знал Это искусственно царь раскрутил Его ни один архиерей не хотел Канонизировать Ну Считайте житие святых то его 51 страница жития Самое большое житие На 12 томов Дмитрия Ростовского У Серафима Саровского Это все искусственно накручено Я его признаю святым Но не надо накручивать А вот он сказал Откуда ты узнал что он сказал Где Архивные данные какие то Ничего нет Давайте на практике посмотрим Стижи дух мирный Как ты считаешь Давид это пророк Ну тут несомненно пророк Самая считаемая книга Бестселлер За три тысячи лет Это Псалтырь Давида Не Евангелие Псалтырь И он говорит я мирен Запятая Но только заговорю А не к войне То есть мой голос Вызывает из лежащих Парализованных Врагов Христа Целую армаду против меня Я принимаю эту Атаку Так Стижи дух мирный Какой дух? Мирный во Христе И тогда иди проповедуй И может быть хоть один спасется Вот так надо было сказать А вокруг тебя спасутся тысячи У Серафима было этого Не было ни одного Ни два Ни три Ни одного не было Человек изрекающий что то Он должен подтвердить это Когда говорят нет Национальная идея Объединяющая Россию А я эту идею Озвучиваю Это Я ее Выработал Так я работаю над этим 41 год Дети Воспитанные во Христе Дети И чтобы доказать это Мне нужно было создать Лагерь Без помощи государства Добиться Чтобы мне дали землю Советское время Ты воображаешь это такое Я должен был Все обгораживать Взять неудобный Участок среди крапивы Выкорчивать корни крапивы Собирать сам детей Со всего Советского Союза Со всего С Украины С Эстонией Откуда только не было А в последнее время Из Германии уже приезжали Так и что Теперь я должен Позаботиться Как их встретить Создать безопасность В пустынном месте И не держать их Под сукном Во первых у меня дети Купаются каждый день До шести раз Дальше катаются на конях Плавают на лодках Специально У меня есть береза Огромные березы Куда я вожу детей И дети Мальчики Девочки До вершин Лазят как обезьян Ася оборвется А оборвется Сломанный хребет И будет лежать на вытяжку Я их однако не прятал Покажите мне лагерь Где учат детей Лазить по могущим деревьям Так а вы рисковали Да рисковал И когда ничего нигде не было В лесу я устроил Специальные площадки И кощаться еще только не было Идти по ягодам Собирать Копать Корень солодки Дети научились Между собой Как ладить Чтобы ни один не заболел Ни один не потерялся Не повредился Я все Должен взять на себя А тот Который зашел Говорит У него ничего этого нет Идея Что во Христе Воспитанные дети Это национальная идея Я должен был ее обкатать Не в течение года 41 года Вся власть против меня Только за 1,98 год Против меня Было брошено 15 государственных комиссий Краевого масштаба С телевидением Я должен был выдержать Возбуждают Против меня Три уголовных дела Я должен был выдержать И не сидеть за решеткой Разгромить их всех потом Подать в суд Разгромить на голову всех Далее Провержение оплатили Тот, который говорит Не имеет Он ни опыта борьбы Ни опыта воспитания детей А у него плохо в лагере Плохо А вот она мать Теперь лагерь комплексный Родители могут находиться Вместе с детьми Найдите мне такой лагерь И она приезжает Уже 25 год Она была ребенком Теперь со своими детьми приезжает Плохо Вы знаете К чему Вы сами Сейчас Начали Идти с чему Что Серый дух Вокруг тебя Тысячи спасутся Вы же сами Своим примером Показали И как Вокруг вас Тысячи спасаются А Вы говорите Что такого не может быть И вы же Сами Ну Во-первых Я не мирный В их понятии Потому что Я многое говорю То что не нравится Власти советской За что меня и сажали Так что Меня назвать Как некоторым миром Лапкина с большой натяжкой можно Потому что Он Обличает попов Я обличал патриарха Каждого из них Тут просто в этом Ракурсе Ты больше не найдешь Никого Кто писал обличительные письма Всем патриархам Начиная с Пимена Это чего-то стоит Так Алексею первому еще До Пимена Это одно Я ни о каких тысячах Не говорю Что кто-то спасся Я просто работаю Спасся ли хоть один Я не знаю Я не знаю Вот я работаю в тюрьме Конкретно По преступникам Ну и что успешно Я не знаю Но думаю что Мало у кого такой успех Как у меня Почему Потому что сердца людей Открываются Они меня принимают не как Папа Как зэка Как каторжника Они знают что я Знаю что они думают Я для них Я для них Вот такой вот как есть Прихожу И они меня иначе Как отец Игнатия не назовут А рядом сидит Иеромонах Зосима Ну он не Зосима его Михаил звать Они его только мишкой пинками За совращение малолетних Вот это голубое А я ему потом Выхожу и помогаю И я уступаю по рации У них в каждой камере Динамиков нету Я веду радиопрограмму Объявляю Мне нужна помощь Мне нужны динамики К утру у меня в радиостанции 56 динамиков уже стоят Вот такие как Там подкручивать И громко сдавать 56 Это сколько же стоимости А то ему Америка помогает Мне помогают Наши русские граждане Города Барнаула И я уже дальше Загружаюсь и везу В тюрьму По камерам У меня единственного Был доступ к смертникам Тогда еще смертная казнь Существовала А почему У меня близкий человек Друг Прокурор Край Генерал-лейтенант Пороскун Юрий Федорович Понимаете Бог так делает Я никто И меня бы не задушили В лагере с детьми Если бы не он Но кроме того Начальник отдела юстиции Самый близкий Генерал-лейтенант Представитель краевого суда Генерал-майор И они все помогали Все Я уж не говорю Мэр города Мэр города Мэр Входящий в десятку лучших мэров России Баварин Владимир Николаевич И они Никуда тут Баварина Приезжают ко мне на дом Не один раз Вот пускай они покажут А ты хвалишься Есть чем хвалиться Хвалящийся хвалит Господа Мой Господь Располагает в сердца людей А как ты узнаешь А написано Если пути человека Угодны Господу То он врагов Примеряет с ним Это были не друзья Они садили меня Они садили меня А теперь они у меня друзья За одним столом Это Бог делает А те которые ропщат У них ничего нет Я могу только пожалеть их У них нет ни детей Они не знают У меня тысячи детей Прошли за 41 год Ни одной аварии Ни одного повреждения Ни одной серьезной болезни Ну простыл где-то Так у меня для него лекарство И какое там мед Вот приезжает девочка У нее спиной Там позвоночник арак Врачи признают Она Ее прислали без разрешения У меня лагерь не оздоровительный А трудовой Но она приехала издалека Я ее тут задерживаю Через Барнаул Я оказался здесь Я Ира не могу тебя взять Слезы Которая сопровождает их Ну а что делать Я говорю Ну вы не по назначению прибыли Так у нее вот понимаете У нее тут показывают Мешочек Таблеток разных Я говорю Мои условия вам не подойдут А какие Мы выполним В первую очередь честно Мои глаза уничтожат все лекарства Так она без них Ну вот видите Разворачивайтесь Сидите Нет ну А вы какую-то гарантию Можете дать что с ней не будет Какую я гарантию могу дать то Я с вами соплями не разберусь Я знаю что Надеешься на Бога Получает очень много Они согласились Я говорю Только не прятать А уничтожить А она бледная как полотно Сама тоненькая как тростинка Ей на жаре нельзя Я говорю я эту учту Я ее нигде не выпускаю Она внутри Но она с ребятишками Везде Настольные Не пытается играть Она занимается Она интересная Девчонка оказалась А потом стала проситься купаться Под покровом Зонтик над ней Платочки Раз, другой, третий Наконец она все Долой А можно я со всеми буду играть там Футбол Она поехала Это абсолютно другое У нее как яблоки на щеках Они начинают Аааа он связан гипнозом Он вроде воскрешает мертвых Я говорю ну вот так В первую очередь умершляет А потом воскрешает Я не умею ни того ни другого Я просто люблю моего Христа Люблю очень сильно И может быть немножко Чуть-чуть люблю людей Потому что Любить ближе как самого себя Себя я не люблю получается Я уж то в проголодь То в прохолодь Голодный и холодный Ближнего я большего дать не могу И те которые ропщат Ну что они только увеличивают мою похвалу перед Богом Тем более для меня это стиль моей жизни В этом мне нет никакого труда Да Со мной Ну не легко жить Я понимаю Когда температура падает До ведра угля И вот Тихо по поводу Как раз вот Аскетического образа жизни Вот такой вопрос Нужно ли вообще человеку Стремиться Вот Как говорится к меньшему Выходить Тесными вратами Вот Нужно ли человеку Сокращать вот Потребности свои вообще Господь повелел так Отныне царствие Божие Силой берется Господь сказал Один я на крестителя Силою И апостол Павел говорит об олимпийских играх Бегут многие на ресталище Но награду получает один Не первое Не третье у меня Только одно первое есть место И так бегите Чтоб получить А далее себе Говорит я не просто бьюсь Руками махать Но бегу как Наверное Я это взял себе эпиграфом В моей жизни есть такое Чего я ни у кого больше не видел Для всех сделал совсем Вот пусть они мне И ты тоже в том числе Поищи мне такого человека Одного Для баптистов как баптист Для адвентистов как адвентист Для православных как православных Всюду оставаясь православным И все знают это И причина одна Чтобы приобреть По крайней мере некоторых И чтобы это вывелось Именно в приобретение Чтобы оттуда люди пришли Чужой среди своих Во мне сыграло так Как может ни на ком Самые Самые Дорогие православные Они больше всего меня грызут И что Награда Я ничего не имею против Они ничего не знают Что они делают Даже не понимают Что творят У меня нет Претензий ни к кому Что они говорят Я понимаю это его уровень Это избран И он другим быть не может То есть он может Если он Родится свыше Пока он не родится свыше Ничего не будет Это он умом своим решает И меня он ненавидит Почему А Господь говорит Возненавидели меня напрасно Я вижу что мой путь Угоден Господу Он позволяет мне быть Ненавидимым напрасно Напрасно И я вижу где они ошибаются Почему такие они Они не могут быть другими У него как говорится Другая планина У него другое место Другая ячейка Он на другое запрограммирован С меня Бог спросит По полной шкале Вот Люди говорят Я знаю Стал священником Яромонахом Потом женился Потом ушел Для меня я понял Штук не будет Вот этих игрушек Когда я обратился Тогда у меня было Одно стихотворение об этом За мной горят мосты Хочу увидеть вас В одни Христовой Пасхе Это я родным писал Мне назад Пути нет Это было в день 27 сентября 15.00 1962 год Когда я склонился Перед Богом Я сразу почувствовал Что с меня грех снят И я сразу почувствовал Меня Бог избрал Моя миссия известна И Бог показал мне Назад тебе хода нету Нету Еще не все знают От чего я отказался Не знают об этом Самые близкие Даже самые близкие Слишком велико то От чего я отказался И мне страшно Об этом говорить Знают только о счастье И это я Принял за себя С первого дня Вот и все Некоторые глядят На вашу Как говорится Индивидуальность Глядя на ваши таланты Говорят что Он создает Культ личности Вот Люди Вокруг Не собираются И чтят Чтят его как личность Вот так Ну давайте посмотрим Скажите Культ Слово личности Скажите Сколько человек Которые считают Что культ личности Которые не Недалеко А рядом И посчитай те Которые было Сколько стало врагов из них Какие были суды С ними Когда они Творили всякие пакости У вас во сне этого не было Вы говорите Культ личности Да более Попираемо Унижаемо Трудно найти в общении У нас только Намного дальше Чем лично обо мне Самые близкие люди Которые восставали Я должен был Все перенести Немало не смутить Сознать что Моя ящейка Мной занята Иногда говорят так Ну Убирает меня начальник Да я за свое место Не держусь Я уверен Такого человека Нужно немедленно До обеда убрать Я не имею Никаких должностей А мог бы иметь Мог Мне Бог давал это Если меня вызывает С горкома партии Вызывает Тогдашнее КГБ И как правило Беседа заканчивается Одним Эх Игнатий Тихонович Были бы вы с нами Какую бы вы пользу Нашему государству Могли оказать Понимаешь Нет Это кто Первый секретарь горкома партии До начальников До генералов И я понимал Что это так Я говорю Нет я не могу Меня Бог избрал Сделал другим Если бы я был с вами Я таким бы не был Я бы спился и умер уже Я был подобен вам Вот они говорят А вот культ личности Какой Где покажите Где Конкретно где Ты зайди только в интернет Посмотри Как поносят Следы помазанника твоего Как злословят Притом абсолютно ни на чем не основано Это зависть Я понимаю Против зависти Оружи никакого нет Кроме как плен Плен Зависть исцеляется пленом Когда у людей Бог у завистников Отнимает все Что они имеют Вот Мы считаем Седьмая глава Деяния апостолов Говорит Последнее слово свое На этой земле Первомученик Стефан И дальше он говорит Его слушает внимательно И говорит Братья по зависти Продали Иосифа А братья знали в это время Когда продавали его Мы Иосифу Да они до обеда смеялись Да кому завидуют то Пацаненок Да чем завидовали Фу Срам один Говорит какие слова Но мы знаем Дух Святой сказал По зависти Он был не такой как они Да он был унижаемый Но он был любим Отцом более чем они Я могу похвалиться Меня отец мой Любит больше чем вас Потому что он Слишком многое мне дал А что самое главное И самое главное Что я не злюсь на вас И не завидую вам И прощаю вас Это от Бога мне награда Если бы на каждого врага Я начал злиться Меня бы до обеда не хватило А я вас за всех Как ты сегодня занимаешься Ну чем я занимаюсь Ну как всегда Не разговариваю Вот бабка Я сегодня прихожу ей дрова пилить Чтобы обязательно здесь был Товарищей приведи Мы должны на зиму обеспечить дровами Все он у меня друг А они начинают злиться теперь на отца Николая А его раз и подкусил дьявол Его обвиняют В измене жены И такие клеветы пошли Он задохнулся в этом А я веду занятия на фабриках На заводах В милиции В университетах Я сразу же провел расследование В течение одного дня Через день Неправда И везде стал говорить И заканчивать этим В течение одной недели Ситуация в городе Была полностью изменена Так он когда узнал Вы посмотрели бы на него Он закрыл вот так лицо И сидел Он не мог понять Как так Помощь поступила с той стороны Куда он бросал только оплевки Кожурки Как раз оправлялся туда А меня это не касается За это ты ответишь А за мои слова я буду отвечать Но он меня причастил Когда я был в тюрьме И это все перекрыло Он приехал когда в тюрьму Предваритель меня исповедовать Как ты тут Я говорю Вот у меня пост сегодня Третий день Да вы что Да это разве можно Это тут туберкулез Я знаю Но я готовлюсь Нельзя этого делать Ну я говорю Хорошо я поеду Взял сухари Сел пост нарушил Дальше его готовят Готовят Меня исповедовать А там в камеру проводят Тогда телевидения не было А кабинет то этот Выходит на улицу И через награду видать Это как бы за пределами Самой зоны А у меня жена там ходит И она написала Везде аппаратура И написала И идет вот так вот Растегнула И там написано И опять закрылась Ничего нет Надежда Васильевна Ооо герой веры Ну и все А я что бы говорил На исповеди Я каюсь перед ним Я перед Богом моим Я говорю Отец Николай Сам это тут Вот что такое Я сижу в тюрьме А я не справляюсь А как так Ну я прав оказался Они ограбили народ коммунистов Они не любят народ Они обманом пришли к власти О чем я говорил Я еще больше убеждаюсь В этом Ну нельзя так Ну тут вроде не выпустят Ну как хочешь Ну по другому я не могу быть И он понял Что и против него Я буду воевать Когда выйду Ну он меня исповедовал Он причастил Царство ему небесное Он уже отошел Эти люди Ничего подобного не имеют Биография их тусклая Она никому не нужна А за моей биографией Гоняются Переписывают Сейчас опять спрашивают А нельзя ли достать фильм О вас снятый В оригинале Слишком уж Ну едва-едва Прямо различаются лица Фильм-то занял Первое место В России Златоуст из Потеряевки Потеряевка Деревня Златоуст Мое прозвище Я говорю Я поговорил Режиссер Кузнецов Владимир Сергеевич Он работал в администрации Алтайского края Поехал в Москву И обратился в фонд А они ему выдали Он режиссер Он нашел главного героя Он составил фильм Получил премию Они ему говорят Фильм кому принадлежит Он говорит Ну кому Госфонд Страны Ну и все Вам нужно копию снять Из архива Заплатите 150 тысяч рублей А какие у него 150 тысяч Режиссеру Который составлял проект Как приехал Уговорил меня Чтобы я снимался Автопер Первый фильм снимал Которым точно так же У меня тут уговаривал Уговаривал больше месяца Занял первое место На международном киноконкурсе Это я культ составляю личности Я говорю А кто там присваивал Ну это в Югославии Золотой Витязь Там было где-то Три епископа православных Профессора ВГИКа Они тоже там участвовали И присвоили первое место А когда первое, второе, третье Были распределены А эти опоздали И когда это показали По уговору Он сразу сдвинул все остальные И мне теперь говорят Да у вас фильм вообще бы Никакое место не застал Кого не главный герой Он вытащил весь фильм Я их создаю Этот авторитет А он нужен Но у меня больше нет А он пиарит себя Да вы слова это не знаете Пропарились с этим пиаром А мне думать некогда Это Бог так сделал Я дам задание Вот все вместе Соберитесь Кроткие, смиренные И начинай от президента И создайте фильм Который займет первое место В международном киноконкурсе Документальных фильмов Ну что, слабо? Вы Вы говорите-то Маленько думайте В силах или нет Священник выходит здесь Отец Николай Бурдин Лапкин За американские Доллары Закупил все Телевидение Закупил Я ни долларов не видал Ничего То есть у них Никакое меры Дальше выходит Еще надо крепше сказать А наши люди Стоят там Пальгуева А знаете Есть такой Лапкин Он Жену бросил Он с молодой Хариской Убежал из Барнаула А я здесь же В Барнауле Жена рядом стоит Попы-попы Вот это аура у вас Я создаю это Вы создаёте авторитет А когда все узнали Там Попата Куда? На руках, на ногах Выносить надо Они говорят Там вчера Игнатия видели Он в церкви стоит с женой И всё Он спился Спился И начал винить другого Они ничего не могут сделать Зависть сжирает человека Пилат судит И говорит Знали, что предали Христа и зависть И ни один первосвященник Ни один фарисей Никто не знали про это Кому? Этому плотнику Этому обманщику Завидывали бы мы Да они бы Не знают, что сделали с Пилатом Пилат знал И мы знаем, что это справедливо Они от зависти это говорят на меня У них ничего нету Но вы им скажите На него это не действует У него очень сильные антибиотики Вложил в меня Господь 51 год назад Молитесь за врагов За обижающих вас Молитесь, не проклинайте И поэтому забираются люди Первые лица нашего края Генералитет С мэром Между собой гутарят И говорят Более счастливого человека Чем лапки не знаем Недавно выходит один Кто-то шелоховед И не какой-то, а строков Профессор, там академик И слышу Он где-то выступает И считай надписи Я встретил в интернете Человека, счастливее Которого во вселенной не встречал Вдруг Серебряницкий Какой-то писатель Обо мне пишет Пишет здорово Там Связь мою с Францией Что я уверовал Чижана Вальжана Более, говорит Счастливого человека не встречал Ну пусть они Без договора Чтобы их признали счастливыми Я глухой Глаза плохо видит Зубов нет, а я счастливый У меня дядя говорил Так, я-то никто А друзья-то у меня какие Бог наградил меня друзьями Один из них передо мной Это Бог так делает И я знаю, что Без Бога этого нельзя сделать Поэтому Они еще умеют, делают Я делаю то, что я умею Вот Об антибиотиках Вот Вы вот говорите Вот Господь не вложил Дал такие антибиотики Что ж получается Если Господь не вложил антибиотики То самому И не добиться Такого воения Вот Такой любви Самому не добиться Пятнадцатая глава Я говорил Что у меня одна была Задача только Стать террористом И отомстить коммунистам А вот Бог так сделал А другие не были Другие нет, не были Я просто команду из них Готовил, тренировал Я был всегда Беспощаден к себе Как Архметов Что делать Для меня это был герой Я знал цель свою Дури много надел в жизни А какая твоя дурь Степа Ой, а что ты это сделал Не беспокойтесь Я знаю, чего ищете Связи с женщинами Не было ее Ни одной Но когда Шла война в Алжире Я пошел записываться Добровольцем В Легион Французский Дурнее ничего не придумаешь Но я тренированный был Очень тренированный Я непрерывно тренировался В кружке Бокс-стрельба Записан был Мне нравилось Это все Я жил всегда азартно Азартно в смысле То, что Совершенно Невыполнимая задача Стоит передо мной И я брался за нее Вот представь Первый месяц в армии Меня определяют Подводный флот Это какое Здоровье-то Ты понимаешь Нет Я по всем параметрам Подхожу Там минуты нет Учебка идет В Владивостоке А я одновременно В это время Занимаюсь изучением Английского языка Минуты свободы нет Для меня Это не пример И уже через 4 месяца Я начинаю разговаривать По-английски В армии Я тут же ищу Кто есть Наконец В одной из частей Нахожу такого человека Арапов Валерий Если бы я его нашел Вот как Господь делает И тут же в армии Одновременно Начинаю заниматься Французским языком Самостоятельно Вот который завидует Скажи вы такого еще встречали Или нет Не я создаю культ Это жизнь моя такая А вы называете его культом А мне некогда об этом было думать Я иду к начальству И добиваюсь разрешения Какого? Какого? Успокойтесь Не во вред службе Чтобы мне разрешили На один час раньше вставать А зачем? Мне нужно Я нахожусь недалеко от Окинавы Я нащупал там хорошая Чистая передача на английском языке Я надевал наушники И целый час Нахожусь на столе Мне это необходимо А еще кому Никогда И никому Я больше даже этого не слышал Не слышал даже Я избранник у Бога Перед тем как меня обратить Бог меня сначала Перетирал везде Он меня сделал другим Я уже был не таким как все Меня не интересовали танцы Пирушки Друзья Совершенно не интересовали А какая страсть? Ломоносова спросили Он говорит Учиться, учиться Еще раз учиться Это Ульянов повторил Это уже чужие слова У меня другой страсти не было Это самая большая страсть И вам это нужно было Теперь как решать? Может быть и не нужно Но однако Вот это вот вещество серое Я старался развивать Все время Чтобы оно не дремало Только вышел оттуда Я сразу же Начал увеличивать то что у меня есть Потому что в армии доступа большого не было И Бог дал мне такую должность в армии Которую я больше не встречал ни у кого А как это может быть? Понимаете у всех? Загадка У меня была увольнительность с 1 января По 31 декабря Вы сегодня скажите Скажите Тут дурью маются старик Такой нету Есть Текстник Смотритель воинских зданий Ракетный хвост с Дальнего Востока Вот какую должность мне Бог дал И мне и фреторы не присвоили Мне сразу старшину минуя все эти лычки А почему значит начальство тогда в армии Когда еще не знал Евангелие Уже что-то во мне видело И я ездил совершенно свободно По Дальнему Востоку Ни перед кем не отчитываясь И приезжал уже с материалом Какие здания где ремонтировать Где снести Каким офицерам нужна помощь Да я там уже допускал какие-то ошибки Еще спрашивают Зеленороты Да я не Но я не воровал нигде Я ни одной копейки не своровал Никому не подыгрывал Я теперь я понимаю В одном месте я мог быть по-другому Здание Списанное почти Но оно не списанное было Оно просто покинуто было И который был поставлен сторожем Он разбирал и перетаскивал доски домой Я приехал разведал все и нашел Я должен дать отчет Старик это узнал Он прибежал ко мне и говорит Не надо писать Да тут у меня тогда все А что я напишу С меня требует отчет Я мог не написать А я написал По сегодняшний день меня мучает это Я написал Что именно он там разбирал Что с ним было я не знаю Но я мог не написать Просто прочерк сделать Не знаю да и все Меня тоже совесть мучает Ну тихо Ну как бы вопрос тоже по ходу Вы называете себя не кротким человеком А Господь заповедовал Будьте кротким и смиренным сердцем И где же все таки найти то В чем она должна выражаться Вот эта кротость и смирение Кротость и смирение в послушании Богу Больше ни в чем Кротость и смирение это не монашеская Руки между колен и головой туда же Господь говорит Придите научитесь от меня Ибо я кроток смирен сердцем Иван говорит Матфея 11.28 Вот и у него я должен учиться Он обличал Обличал змеи по рождениях Я этим занимаюсь Вот не знаете какого духа Я это повторяю Огонь ни на кого не свожу Болюсь за врагов Кротко переношу позор Гонение Что они делают Пока это касается просто меня как человека Но если они нападают Чтобы не извергнуть меня Чтобы я не был начальник лагеря Человек говорит я не держу свою должность Я продолжу ту мысль Я говорю такого убирать надо сразу Я староста в общине Во первых общину Господь образовал но образовал через меня Детский лагерь Да это от Бога Но через меня Я создатель его И меня просто так убрать нельзя Я уйду только в одном случай И все сразу Какой готов Сегодня же уйду Вот это да А мы боролись Если вы найдете кандидатуру Которая будет делать Все что касается лагеря Общин лучше меня Все сразу отступают А что вы знаете как я делаю Я отдаю 100% этому делу Лучше Не хуже Я буду бороться А вот на вас нападает И они там говорят несправедливость Вы как отвечаете на этот удар Я говорю серией ударов отвечаю всегда Не одним ударом А серией ударов Почему? А они нападают не в одиночку И Господь их разносит Как щепки в половоде Праха не остается А почему? Они стараются разрушить общину Воюют против церкви Разогнать детей Составили там фильм Показали и по телевидению И показывают Меня на днях Ну буквально дня три назад говорили А нельзя ли вот этот фильм Который против вас показывали Может где-то он сохранился С чего все началась эта раскрутка Потеряевка изнутри Или наизнанку Я говорю он есть где-то Есть где-то в близких мне людях Ну я подал в суд Судились и они все были разогнаны Они заплатили, опубликовали там Ну то есть стопроцентная ложь была Ну а если бы это давать в эфир Во-первых для чего неправда Когда уже все есть Хотя я не против Ну мне зачем это нужно? Неправду распространять Доказано ничего этого не было А они не останавливались ни перед чем Дети Да там над детьми издеваются Там садистский характер Ну то есть что угодно Ну не было ни разу педофилом не называли А один раз Был милиционер Хороший милиционер то я знаю там И они Выходили и кто-то услышал это слово Они в машину я их оттуда вытащил Так скажите Вы эти слова говорили? Да нет Я тех людей Вы уходили и вы слышали такое слово сказали Да нет Да нет ну Мы сказали что Если бы тут был педофил Это тут бы сколько было исследований А вот тут то нет Я говорю понимаете я просто так вас не выпущу Я вас запущу сейчас в лагерь Вы должны побыть здесь И тогда вы уже сознанием дела будете наказаны Я отвечаю серией ударов Милиционер что вы что вы А потом маленько опомнился Сорвал траву коноплю Знаете вот по уставу я могу Против вас уголовное дело воздвигнуть Что у вас наркотик растет Я говорю вам надоело спокойно жить? Он засмеялся нет И мы с ним хорошие друзья остались Я не позволяю шутить с этим Когда меня ты толкешь конопатый Беззубый там глухой Это никакое значение не имеет Называй там меня кем угодно Но когда ты касаешься дела Которым я занимаюсь А дело это Богом мне порученное Я его так из рук не выпущу А кротко и смиренно буду переносить все нападки Которые касаются меня лично Меня как человека Вот что означает это Я прошу Бога Кротости и смирения Вот простой вопрос Когда стали приготовить так называемый акт О каноническом признании с московской патриархией Зарубежной церкви То мы сразу дописали в сенот Зарубежной церкви Что мы против объединения С кем соединять это Сталинско-беревская структура Сергиевская декларация погубила все И они не раскаялись В этой связи экуменизму Когда они с шаманами поднимают статую Там Кирилл тогда везде был Гудяев Мы не можем соединиться Но если решение будет принято А признание Мы подчинимся Давайте заранее молиться Чтобы нам не забунтовать Чтобы кротко принять То есть еще ничего нету И я сказал молиться надо Чтобы мы не выродили секту Такие слова вслух Кто будет говорить о себе А я говорю потому что Я обязан говорить Я просто должен это говорить И так и получилось Что мы приняли все И остались целые И никуда не выродились Есть священцы Есть бископат Ну вот что же получается Тогда сегодня в православии Такие ложные понятия Вот о той же допустим Кротости и смирении Что же вот я допустим Начинаю в интернете Против кого-то выступаю И говорю Он не так делает Он не так делает А мне говорят Ты заволчи ты Ты полюби его И сноси его там Все немощи Не лезь никуда Бог сам разберется Ну вот Получается Что нельзя молчать Нельзя Молчанием предается Бог В притчах Соломона написано Спасай взятых на смерть И скажешь Мы не знали А Господь разве не знает Прямо об этом говорится На это не надо идти Я обязан высказаться Я против А вот вас возьмут И кто-то ваш будет арестован И будут где-то Вы можете поручиться за него В смертельной опасности Должен В пределах возможности Поручительство Не хорошее дело Серахов говорит Но Иногда приходится А человек тебя подведет Сделает скитальством Из-под тебя все вытащит Под какую-то сумму Это может быть дом мой Придется забрать все Ну под это я не пойду Пусть он сам отвечает тогда за себя Я в пределах разумного могу поручиться А он подведет вас Меня Бог не оставит Серахов говорил В Ветхом Завете Я в новом Меня Бог ни разу не покинул И я не оказался в посмеянии Я просто надеюсь на Бога Надежда моя Вера моя глубочайшая У меня нет предела Где бы вера эта заканчивалась И сказали Дальше я не верю Пусть Бог не говорит меня Не обманывает Я никогда не скажу так Я верю Мой Бог силен И мертвый воскрешает Кроткость и смирение Смирение это смириться перед чем-то Вот обстоятельства Которые идут Я смиряюсь Революция Пришли сюда другие Я смиряюсь перед этим Откротко я приношу отношения Себя Не отомщая Не мстите за себя возлюбленными Не отомщение Я вас дам Говорит Господь Я ни разу Ни одному человеку Не отомщал Никогда Я призвал к порядку К извинению Так называемая Сатисфакция Удовлетворение Они не начали на это Потому что они в газете Оклеветали меня Против лагеря Детского Я Подал в суд И шел в суд Что дети Спят мальчики Вместе с девочками Как я могу такое терпеть Это разрушение лагеря Это вопрых не соответствует Они все поплыли Пришли родители Которые детей сдавали И самые-самые Лучшие похвалы Дали родители Вот это самое Авторитет Как они говорят Там культичность Это вы мне создаете Не я Этот вопрос мне задали Когда я был в Америке Как вам КГБ помешало? Мне? Никак Они сделали меня известным Боятся слова Культ личности Культ Объясните что такое Личность Слово вам понятно Я личность Я не мусор перед Богом А культ культивирую Я его не культивирую Это вы Вы создаете культ личности А если бы этого не было у меня Вообще бы никто не знал Я просто скажу Просто потихоньку Я не профессор Московской Духовной Академии Как Осипов Я не Кураев Не профессор Не могу о себе сказать Я не священник в Москве Как Смирнов То есть я никто Их все время печатают Создают Гонят Я говорю на уровне своем Я сторож и печник Вы меня сделали таким И говоря на этом уровне Я скажу Покажите у кого есть такой сайт Как у меня Сайт Вот он передо мной Во свете Библии Да еще он какой готовить его Ну пусть покажет Их много там Соберитесь вместе и создайте Я не говорю про фильм Это никогда не создать Ну то вы создаете Но во свете Библии Я не создал бы Если бы я не дал материал Загрузку провел я Но его контуры создали другие Дальше Вот оно сейчас я покажу Наш форум Видать его? Пожалуйста Ну и что? Да то что вы не можете создать такое А у меня он есть Так это не все Я могу показать еще одно из чудес Которые Господь позволил мне иметь Конкретно Вот пожалуйста посмотри Что это такое? Внимательно гляди Сейчас открывается Православный видеоканал Открытым оком Во свете Библии 780 подписчиков 224 922 просмотра Ну И сколько здесь 1560 видеороликов Наших Не чужих И пускай из простых людей Из простых То есть Ну которые Никакой должности не Не обладают И пусть они покажут Создадут такое Есть чем похвалиться Так А как? Да не надо какать Мы слишком много уже какали Вы создайте Я не нападаю ни на Кураева Ни на кого У кого есть что-то лучшее Но 1560 видеороликов Что-то говорят или нет Если люди находят Утешение 224 тысячи Четверть миллиона Просмотров Если 780 человек Умеренина Подписываются Наверное что-то это стоит Что я буду Ложей скромности Уничтожать себя Я хвалюсь моим Господом А вы внутри не чувствуете Удовлетворения Обязательно же чувствую Благодарность моему Господу Кабы ни друзья Ни близкие Это они создали Да материал мой Но без них я бы ничего не сделал Я могу сказать во всем этом Работа моих друзей Но с ними рядом был и я Это ответ мой всем Которые Ну чем-то недовольны Которые пытаются Что-то опровергать Или как-то сказать Выказать свое недовольство Вот мой ответ Керзону Как в свое время Советские Молодежные Кружки отвечали Англии Мне сегодня Ссылку дали Сейчас Сейчас даже Вот есть Батюшка Такой Один был Из Америки Знаете Такой Схимандрит Иаким Я его брал пар Он там болеет Что-то руку повредил Упал Так? Ну да Что-то Его материалы у меня Поставили на форуме Уже давно стоят Я слышал о нем Ну Рича я не встречался Вот Новая передача есть И он там Заявляет о том Что Нужно создавать общины То есть Американец Учит русских Что-то на общину создавать Я знаю знаю Как раз этот ролик у меня стоит на форуме Я это знаю Наши ролики Это Форум непростой 1548 тем Тем Разных Это тоже что-то стоит Да каждая тема Это десятки страниц Громаднейший материал Тут все есть Но тут уже есть другие ролики Кроме наших И Кураева И Патриарха И всех И Папы Римского И этих Человек Люди просто Я почему Понял такой вопрос Люди же Совершенно не знают Что В чем польза Вот Общин таких Вот Вот Не могли бы Немного рассказать Почему полезно Создавать такие общины А мне никто Не объяснял Это почему я должен объяснять Человек Который Вырос сиротой В доме Сиротском И потом был бомжем Где-то Под лодками Ночевал Ему нельзя До конца Рассказать Что такое семья Я в семье родился В большой семье У нас бабушки были Дедушки были Хотя Не в полноте Кое-какие Умерли раньше Точно так же И в религиозном плане У меня есть тот От которого я духовно родился У меня есть день Когда я родился свыше Был день Когда Господь Духом Святым Дал мне новую жизнь Пусть они эти люди Про себя расскажут Павел Мог сказать Когда он обратился И пал на пути в Дамас У меня такое же было обращение И стало превратил в Павла Они не могут этого сказать И что такое община Ну я расскажу А что толку то Пусть они создадут общину Ну вот некоторые говорят А у них община Я говорю Рад познакомиться И гляжу Живут как мирские Сережками Без платков Женщины в рюках А у вас Вот это строгое Это культ личности Я эту Знаешь Мимо прохожу Я не хочу Этим словом даже называть Что это означает Они ничего не могут создать У нас порядок Чистота Саламудрия А только совершенно Неразумный человек Может говорить На женщин Которые одеты в платки Когда волосинки не видать Так одевались всегда Русские люди Во первых Нерелигиозные как бы даже Посмотрите картины Поленова Сурикова Репина Ну маленько то Раскройте глаза Посмотрите Тогда фотографий то не было Но рисовали то с натуры Все были с поясами У нас все до одного И один заходит и говорит Ну я все понимаю Я в семье не могу вам навести порядок А у Лапкина даже дети Все одеты Так как он мог этого добиться Я понимаю Вот это удивление уже Говорит что человек начинает Пульсирующую жизнь показывает Где то Они не могут ничего создать А здесь конкретно Община Общая цель Но самое главное Община Есть одно правило Которого нет во вселенной Которого не было за две тысячи лет Ни у кого Как вы так можете говорить Ну найдите Докажите Нельзя звать к себе Да как вы Вот так нельзя звать к себе У нас просятся к нам И пока Вот мы сколько находимся Общины Ни разу ни одного человека не было Которого мы приглашали Заходи к нам Или Приходи Переходи к нам Мы не вербуем не ищем Я еще повторяю Когда вот Который брал у меня интерьер Недавно Там Года Мои богатства Тепляков И он написал В общину Лапкина Попасть нисколько не легче Чем в отряд космонавтов А я скажу Труднее намного В отряде космонавтов Могли люди быть мастерщинники А у нас нету У них могли быть люди не верующие А у нас этого нету В отряде космонавтов Были люди Которые были женаты Не единожды могли быть У нас этого не может быть Мы запрещаем это Вот и все Вот создайте общину подобную Как стала Пугачева нападать на Жириновского Он говорит Я создал партию Когда вообще никто Таня раскрывал А вы певички что создали то Я такой как есть Этим я интересен Я могу сказать Он прав Когда нападали На организатора Такое общество память было Василиева Дмитрий Дмитриевич Его обозвали фашистом И у него крупная статья появилась Я фашист и этим я интересен Вот интересно Вот я сейчас задам вопрос и скажу Люди вы Василиева знаете? Ну знаем антисемит такой Антисемит значит непробиваемый Только евреев ненавидит Да А чтобы он евреев стал любить Вы могли это сделать или нет? Кто я? Васильев? Ну маленько то думаете Что вы говорите? Я говорю Так вот я ничего не говорю Меня туда приводят к нему кажется Сысоев Дмитрий Дмитриевич И я стою в это время разговаривания было Тихо И он вдруг дверь отворяет Выходит Я даже не поверил Я услышал ваш голос Вы понимаете? Ваши записи Мы все эти голосы Годы слушали И нам казалось Это голос с неба Это кто мне культа создает то? Голос с неба А я стою перед ним И он мне не враг Он теперь слушает А я как раз говорю за евреев То есть я годами долбил ему суда Не я, а святые отцы через меня Через вот этот урод мой Ну у меня интересная биография просто Я говорю не о всех встречах И вот об одной из них недавно идем И тут небольшое здание какое-то коммерческое А я говорю А здесь была поликлиника глазная Ну была да и была Человек молчит Я говорю А недалеко здесь Сектор такой Личного Дома стоят И я здесь много работал Пищи делал Ну и когда отбиваешь То что бывает И отлетел от кирпичика И попал Пол кирпичика в глаз Ну там щуточку И я был в этой больнице Людей это не трогает нисколько Ну мало ли Пищник работал Ну а дальше Именно только у меня было Я одним глазом В очереди стою И смотрю что там есть И вижу на стене Такой стенд И висят маленькие брошюрки Брошюрки страниц по 170 Это довольно большие Современные религии Я открываю 14 религий Православие Католицизм Православие пишет Титов Католицизм Щедлов Вот И всяк Я могу называть даже где Белов там И вдруг Считаю по порядку Гляжу какие А у меня уже кое-что было Но есть такие у них Там Духобора у меня не было Адвентистов 7-го не было А кое-какие По две было И когда я зашел Глаз Мне начали там Доставать Пол кирпича Вот Я говорю А это что висит у вас там Это что висит Никто не берет А можно Я вам на замен принесу Такую же Берите кому надо Я тогда так же проколол Веревочку принес А эти забрал У меня целая серия была И вот Концовка то такая интересная Ни у кого ее не было такой Во-первых Никто так не будет интересоваться Тем более С поврежденным глазом И идти Да на обмен пускать Понимаете У меня само получается так А потом это я выставлю Потому что они выпустили Одним тиражом Больше их нету Но это не все Я из всех брошюрок этих Нахожу самое лучшее Самое хорошее Это Митрохин Лев Николаевич Профессор Баптизма Ну настолько Хорошо Написано Ну мало еще написано Так вот в том то Моя и разница что я не такой Как все Я еду с магнитофоном Магнитофон Наконец достал Который от батареек пишет Я его в сумку И он приходит Навстречу к памятнику Пушкина в Москве И я его записываю Я говорю А как вы узнали Это были где Там Ну кто я был Я построил костромской мужик Сидим разговариваем Вот какое дело Дальше это мое уже было Книгу написать И он кирпичик отлетит Это кирпичик за это отвечает А вот теперь Заинтересоваться Найти в Москве И записать его Вот это вопрос Мне было всегда это интересно Александр Мень Такой Ну и что дальше А я еду к нему С магнитофоном И одну за другой Беседы записываю А потом в интернете На всю страну идет Много таких Нету Есть проповеди его А его проповеди У меня 16 часов звучания только Это мое Мое Это культ личности Вы не успеете ноги подставлять За моим культом У меня подкован На 12 гайках заваренный Я вам показывал как И я его записываю Александра Мене И он и смеется И за микрофон хватается Но тогда видео не было Видите У меня все интересно Потому что Бог так делает Богу Моя нищета не помешала И я в этой нищете не загнулся И никогда никому не завидовал И поэтому у меня все другое Я, знаете, вот Я тут за будущее скажу Я еще, знаете, о чем подумал Вы знаете, что у Александра Мене Есть тоже много Наговоренных И вот Читает он много книг У него проповеди тоже И знаете, что думается Он начал записывать После вашего посещения Начал На пленке все записывать тоже Да Мало того Когда я здесь Серию передач ждал Наши записи с ним По радио Я вел три радиопрограммы Они очень популярные Такие были И стали говорить Это как вы посмели С Александром Менеем спорить Правильно Нельзя спорить Спорящие со священником Осуждаются Но Вы не можете спорить Я могу Опять Он возвышает как себя А почему Да потому что он живой был Я живым спорю А вы мертвого будете долбить Когда он не может За себя заступиться Вот почему Не потому что я Другой Я ему противоречу Когда мы сидим Друг напротив друга И он пьет чай Мешает Вот почему И я не соглашаюсь Я говорю Если бы вы знали Что за то что вы говорите Будете в аду То как бы вы поступили С тем что вы написали Есть моменты Которые я категорически не согласен Он прямо не говорит А говорит У меня есть Своя печь Освенцима Я недавно 2000 страниц там сжег Маленькая автодава Так это все Теперь у меня сестра Кубайкина Галина Ивановна Перепечатает с пленки И оно помещено На моем форуме Сюда только запустите Вот православный форум Игнатия Лапкина И там Александр Мень Поисковик Вот общий Справа написано Володя покажи где Вот Зайдите на наш форум А вот справа Вот Я не знаю видно Нет Чтобы видно было Общий поиск Вот только нажми его И сразу рамочка И запустите Это слово Александр Мень Просто слово Мень Даже не надо другого Все И наша беседа с ним Это то что сохранилось После того что КГБ У меня уничтожило А они уничтожали Все У меня все другое Еще раз говорю У меня все другое Я когда Когда слушал Вот эту беседу Вашу С Александром Мень Я уже не думал Что вы там Живой пьес Я думал о вас Я себе думал Да Я бы не решился С таким человеком Встретиться Вот Я вот еще Сколько лет назад Я вот так вот Себе размышлял То есть о вас В то время он был популярен Очень И я то говорил Не для того чтобы Вот бывает Один какой-то пришел Жириновский Берет интервью А сам его уничтожает И он его там бьет Телефоном гонит И прочее Я говорил с ним По достоинству Зная кто он Но задавал вопросы Касающиеся еврейского народа Он еврей Что это означает Как он учился Какое было обращение То что сегодня люди Хотели бы узнать Но нигде не узнать И вдруг Я встречаю в интернете Там его сторонники Которые все собирают Мы встретили такой материал Это два человека Встречаются разные А насколько интересно Ну Александр Мень Это энциклопедист Высощайшего класса И кто я У меня нет образования никакого Ну 10 классов И строительный техникум Что сравнивать-то Но он со мной разговаривал Не как что я у него Под куболуком был Он именно Все подметил Я могу это говорить Вот допустим Глеба Якунина Затолкли Там он такой У меня интервью С Глебом Якуниным С микрофоном 16 часов Еще не опубликовано Нигде Глеб Якунин Это исповедник Христов За веру Христова Отбывал в якутских лагерях 7 лет Это герой веры Россия потеряла его Не оценила его У меня есть такое стихотворение Когда никого не нашлось Чтобы за Лермонтова Встать на его место За Пушкина В опалу пойти за Достоевского Вы к себе примерьте это Готовы пойти на это или нет А не просто в ладошки похлопать Автограф дайте мне Я какой бы вопрос не коснулся Дмитрия Дудкова У меня с ним беседы Проповеди У меня все записано Почему? Я этим интересовался Я там не был чужим Не был И это у Якова Кротова Все описано Подробно Это Ну я говорю А говорите Ну я не буду говорить Все Я забыл Вы довольны будете? Ни одного слова не скажу Вы же понимаете К чему подбиваете это Хвалящийся Хвалит Господь А что хвалить Я просто рассказываю А что вы умираете-то Потому что Те которые Вот так говорят что-то против У них ничего нету за душою Они этого не знают Они на край моря не поедут Недавно с одним я вот тут Познакомился Он говорит Это еще одна грань Вашего таланта Открывается И какая грань таланта? Орнитология Я люблю птиц Это первая книга 500 страниц Которые я купил Про птиц Я с детства люблю Наши Которые пасли на полях Они просто Коровы и трава Больше ничего нет А для меня это был Особый мир Я знал где какая птичка Когда она села парить Чем она питается Я наблюдал за ними У меня есть трибины Я учил Их они у меня летали Садились на руку Я люблю это дело Мне это близко все Орнитология И я с магнитофоном По горам По другим республикам По озерам Ездил Чтобы записать Ну найдите мне еще такого Совершенно не по делу Вот люди говорят Знаете Вот эпистолярное наследие У Льва Толстого А почему у Льва Толстого У меня тоже есть То есть письма писать У меня КГБ Когда сжигали То мне говорили Показали высотой метр Примерно Две таких кучи Во дворе Краевой прокуратуры Сожгли Кучи Там были письма Моих дядей Три дяди были по матери На фронте Аликтеррористами были Все погибли Оригинальные письма Письма пишу на пеньке Завтра мы уходим Дальше говорит Отомщу за брата Филарета Фашистским извергом Этих писем нету Они сожгли их Ой-ой-ой И теперь Когда сожгли Я вернулся В 86 году У меня снова Накопилась Переписка По 650 страниц 77 томов Они переплетенные Как в настоящей книге Ленина стоят Это особая грань Я считаю это естественно Надо хранить прошлое Я недавно Я все время храню Беру Газеты Разворачиваю Полный разворот Газета Правда Комсомольская Я отдельно Я храню архив Для будущих поколений Написал Не трогай Для будущих поколений Я замерил 13,5 метров Высоты пачки 13,5 метров 750 килограмм Отдельно журналы Которые я переплетал Там Юный натуралист Это еще 5 метров Около 3000 томов Я переплел Реставрировал Вот этими пальчиками Ну пусть кто-то покажет Конкретно А когда Зачем Зачем спрашивают Это моя жизнь Я в это время Переплетаю Думаю бы культ личности Составить Ой бы культ личности Составить Вот Работает Одну печь Делаю четвером Это Четыре дня вдвоем Я за день две делаю Только делаю Думаю Как бы мне культ личности Составить Как бы культ личности Построить Ну что сказать Это уровень человеческого развития Я ни разу Ни о ком Об этом не подумал Ни о Жириновском Ни о Рамзане Кадыров Ни о ком Это его жизнь И он по-своему Оригинален Очень грамотный Жириновский Да Говорит иногда не то Но он озвучивает то Что ни один из депутатов Не говорит В нем надо это увидеть Да он как проститутка Да он как проститутка Политическая То другое Ну Какой есть Он говорит Я такой как есть Не надо это Нам нужно заботиться о себе И молиться о нем Я вот сегодня молюсь Януковичу Викторию Сегодня утром Молюсь Потому что знаю Что там у него там было Как отнимали Там Чтобы Господь дай Раскаяться Чтобы его не пристрелили Теперь этот Виталий К плечку идет Тоже молиться надо Я уж не говорю Про Рамзана Кадырова Лукашенко Они в моей молитве всегда Я каждый день Молюсь за японский народ Чтобы ему Бог дал Хорошую землю Они могли здесь обратиться За благострадальный И грейский народ Чтобы они признали Мессию Богом У меня интересно все И поэтому Соберутся тысячи Никого нет Пять человек рядом Да один Володя Я даже Сочувствую Немного Таким людям Которые настроены Против вас Я думаю Много они потеряли В вашем лице Конечно Ну некто Недавно один и говорит Напал А он и говорит Я посмотрел Как вы с еретиками Беседуете В боготоле Жующие еретики И они так Знали бы они Кто с ними разговаривает Он пока говорил Я уже забыл Но он сказал Он преподаватель университета Он по другому это увидел Чем другие это Он увидел Оценил Получил Так а вот вы как Да я об этом не думаю У меня сегодня другая задача С соплями расправиться не могу У меня сопливая задача стоит Главное Сейчас сколько времени Сейчас 10 часов будет Пойти на улицу Бродящих собак накормить Они каждый день меня ждут Сразу накормить надо Воробьев Тут 50 штук ждут меня Вверху 15 голубей Отнеслись Володя занес Сюда 2 кошки спрятали Накормили Они там мыши гоняют У меня столько работы Есть такая птица Сойка Она без работы не бывает Она орехи берет Закапывает Если нигде орехов нет Она тогда тебя раскапывает И в другом месте их закапывает Она все время в труде Как бобер У меня жизнь Сойки и бобра Бобер строит Новое плотину Сразу вода появляется Появляется рыба Он пилит другие деревья Грызет зубами Ну вот это моя жизнь Бобра Я вчера выставил Как раз на форуме Материал про бобров Очень интересно Я с детства Люблю птиц и зверюшек Ну Такой придурок Ну что возьмешь Я занимался В уголовном розыске С собаками Слово сказать Вообще Ой С чем только занимался Глупее нет А сильнее И мало того На экзаменах Моя собака непросто Первое место заняла Я на первое место Никогда не соглашался Так это счастливие Конечно Это есть Такой рассказ Отец Сергия Льва Толстого Если конное вехтование Он решил быть первым В французском языке Первым И везде быть первым Апостол Павел это научает Беги Чтобы получить награду Вот так Ну что брат Отпускай Да С Богом Вы меня побудили к этому Чтоб я заботился о своем культе личности Пиарил себя перед вами Пропаривал Тогда назовем видео Куб с личности Он будет нападать Это вы виноваты За это Все Оставайтесь Богом Спасибо Прости меня ради Христа Если я обидел Когда Слава Иисусу Христу Это Господь так сделал Такого человека дал Охай Охай Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому